Удобное решение всех конфликтов на дорогах – полис. В дополнение к обязательному ОСАГО, каждый владелец транспорта может подобрать подходящий ему по услугам и цене пакет «Каска». Какие изменения произошли в автостраховании, расскажет Юлия Арианина. За 8 лет одна серьезная авария. Вадим Коломников – пострадавшая сторона. «Каска» у мужчины нет, только «ОСАГО». Выплату за мелкие царапины всегда получал быстро. Теперь обстоятельства другие. Пробки въехали в зад, в машину. Сейчас страховые тяжи. Суд, медэкспертиза, у нас авария просто пострадала, что у меня жена пострадала. Поэтому все так долго очень. К сожалению, финансовый вопрос – страховка решает процентов на 30, не более, сетует Вадим Коломников. По ОСАГО владелец получает компенсацию с учетом износа машины. Это обязательное страхование. «Каска» – добровольная. Стоимость последнего зависит от включенного набора услуг. «Каска» постоянно меняется в зависимости от рынка. Но так как это добровольный вид страхования, каждая страховая компания меняет условия страхования «Каска» по-своему. Теперь нельзя схитрить и перейти из одной компании в другую, если за прошедший период накопились повышающие коэффициенты по оплате. Российский союз автостраховщиков ввел общую базу между всеми страховыми компаниями. В декабре туда начали все страховые компании закачивать информацию о всех клиентах. И, соответственно, на сегодняшний момент невозможно уже перепрыгнуть из одной страховой компании в другую. То есть за человеком закрепился бонус прошлого года, который у него был бонус или манус. Также из последних изменений страховщики считают важным то, что теперь они не имеют права выдавать полис ОСАГО без наличия техосмотра. Количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с январем прошлого года увеличилось более чем в полтора раза. Как объяснили в ГИБДД, это связано с погодой. В этих дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими 6 ДТП в том году, 8 погибших у нас 1 ДТП в том году, 2 пострадавшие и раненые были 5 в этом году, 11 в том году. ГИБДД напоминает, что в случае небольшого дорожно-транспортного происшествия пострадавшие могут прийти к соглашению и самостоятельно заполнить все документы на месте. Это значительно уменьшит пробки и освободит инспекторов для более серьезных происшествий. Юлия Арянина, Валерий Алексеев, Служба новостей.